А у нас нет света, а я его на лепту сниму. На захваченной России территории Донбасса прошел сильный снегопад, и это вызвало настоящий коллапс коммунального хозяйства. Из-за того, что под тяжестью снега и льда местами оборвало провода, целые города и поселки уже по пять дней сидят без света, воды и отопления, а оккупационные власти просто бросили людей и не торопятся ликвидировать последствия аварии. В отчаянии местные жители уже просто воют в социальных сетях из-за той ситуации, в которой они оказались. Но на их жалобы просто никто не реагирует. Заурядный снегопад стал настоящим стихийным бедствием, хотя при законной украинской власти последствия подобной непогоды ликвидировались за сутки. Отсутствие электроэнергии по городу массово. Порядка шести тысяч абонентов у нас на сегодняшний день без электроэнергии. Резервов по городу нет, но мы проводим работу в целом в республике. Ищем помощи в соседних городах. Хуже всего ситуация в небольших шахтерских городах. Там просто настоящий апокалипсис. Вот, например, в небольшом городе Снежное Донецкой области в результате снегопада повалились столбы, были оборваны провода, начались проблемы с электричеством. Из-за перебоев с электричеством не работают котельные, из-за перебоев с электричеством не работают насосные станции, нет воды. И такая ситуация в некоторых поселках Снежного продолжается уже около пяти дней. На окраинах города в некоторых поселках начались уже перебои с продуктами. Нету хлеба, потому что его просто не привозят. Нет электричества уже пять дней даже в городской больнице. Даже для нее у нефтегазовой сверхдержавы не нашлось генератора, чтобы хотя бы больницу подключить и обеспечить электроэнергией хотя бы больных. Подскажите, к кому обратиться? Я врач-эндокринолог городской больницы номер два города Снежное. В больнице нет света. Инсулин, жизнь моих больных под угрозой. Холодильники не работают. Больные без искусственной вентиляции легких. Где-где, но в больнице свет должен быть. За 13 лет работы не было такого бардака. Главный врач не знает, куда уже обратиться. Ночует и бегает под больницей. Все бестолку. Алло, это больница. Вы что творите? В местных пабликах жители города обвиняют оккупационную администрацию в бездействии. Но повлиять на нее никак не могут. Ведь гауляйтеров не выбирают. Они от местного населения никак не зависят. И, соответственно, на него им вообще плевать. Неуважаемая администрация города. В городе нет воды. И даже в магазинах днем не найдешь. Я понимаю, что вам плевать на проблемы людей. Но может хоть сделаете видимость работы и организуете подвоз воды? Как же быть тем, кто с маленькими детьми без помощи? Оббегали с ребенком по гололеду все магазины. И нигде нет воды. Просто геноцид людей. Терпилом с предложениями вроде «У нас война», «Скажите спасибо, что никак в Донецке» и так далее. Просьба не писать. У меня вопрос. При таких проблемах городские власти должны развернуть пункты обогрева в районах без света и тепла. И где они тогда? Хороший, кстати, вопрос. На подконтрольной Украине территории, когда российская армия била тут по электростанциям, чтобы нас всех заморозить, такие пункты обогрева, как у нас их называли пункты назлавности, были организованы. В Снежном украинская армия по электростанциям не била. Мы не наносили удары по гражданской инфраструктуре. Там коллапс случился сам по себе. Просто потому, что выпал снежок. Но российская оккупационная администрация никому не помогла и людей просто кинула. О чем они сами и пишут. Это тоже очень показательный момент, который просто показывает разницу отношения к людям. Там и здесь. Когда администрация начнет выполнять свои прямые функции, это контролирование всех служб, которые отвечают за нормальное функционирование города. Почему не было проведено специальных манипуляций перед зимним периодом? Это обрезание ветвей, которые повисли на проводах и так далее. Почему постоянно, подчеркиваю, постоянно в нашем городе с приходом зимы начинается апокалипсис? Когда администрация прекратит делать вид работы, а начнет действительно функционировать? Почему жители нашего города сидят без света, тепла, воды, неделями? Когда это все прекратится? У меня есть ответ, когда это все прекратится. Когда Украина придет опять на эти территории. Ведь при Украине такого не было. Сами же пишите. Что происходит у нас в городе? Знающие люди, напишите, что это за полнейшая жопа? Если не хватает бригад делать свет, почему не запрашиваются люди на помощь с соседних городов? Почему наш мэр, который неизвестно кто выбирал, не проводит тот же самый прямой эфир с объяснениями людям? Что вообще творится тут? Или кроме как показывать свои наряды ничего не может? Почему не посыпают дороги? Это то, что я думаю в силах сделать. Центр города возле Бума, остановка возле Ринга. Все везде во льду. Для чего наши мэры, недомэры сидят на своих местах? Какая их функция? Дороги посыпать это хоть можно? Давайте что-то делать уже. Куда идти? Подскажите, знающие люди. Чтобы это все спросить. Сколько мы это будем молчать? Чем больше молчим и терпим, тем больше нас за людей считать не будут. Сколько можно в конце концов? Пишут жители Снежного. Вот, кстати, показательный момент. Люди вспомнили о том, что всех этих так называемых мэров, да, их никто не выбирал. Это все гауляйтеры, которые назначены сверху какими-то кураторами из Москвы. Следовательно, людям они не подотчетны, поэтому им плевать на местное население. Они ничего не делают. И вот так, смотрите. То есть, фактически, жители Донбасса начинают осознавать ценность демократии. Осознавать ценность прав человека, ценность выборов. Начинают понимать, почему классно иметь возможность выбирать себе местную власть. Россия у них это право забрала. На Донбассе с 2014 года выборов нет. А на подконтрольной Украине территории есть демократия. Там можно выбирать местную власть. И у жителей Донбасса в том числе тоже есть такое право. И когда я говорю, что лучше станет, когда вернется Украина, я говорю, вот конкретный пример, почему станет лучше. Потому что людям будет можно выбирать местную власть, на нее влиять и ее как-то контролировать. Россия у них это право отобрала. Для России все эти жители Донбасса просто не люди, а какие-то холопы, которые не имеют права выбрать себе даже депутатов городского совета и мэров. Отсюда и такая ситуация. Вот почему такой развал коммунального хозяйства и апокалипсис. Такая ситуация не только в Снежном. Это я просто привел один пример. Например, другой большой город Макеевка. Ситуация та же самая. Во многих окраинных поселках по 5 дней нет ни света, ни воды, ни отопления. Что же вы, сволочи, делаете? Четвертый день без света, тепла, воды, центр Макеевки. Рядом театр юного зрителя, администрация. А улицы Седова, Батова, Рапфаковская, Конструкторская, без всего. Везде в округе уже свет давно есть. Мойка на красном рынке сверкает. Молоко весь в огнях. Мы замерзаем. 8 градусов в домах. От безысходности люди вынуждены покупать электрогенераторы, а также собирать и топить в квартирах снег, чтобы иметь воду хотя бы для бытовых нужд. Макеевка, улица Фадеева. У нас уже четверо суток нет воды. Не могу помыть посуду. Пожрать не могу, приготовить. Обращались в госадминистрацию. Сказали, что проблема уже решена. Но вода так и не появилась. Единственное решение проблемы, вижу, это топить снег. По-другому не знаю, где взять воды. И куда уже нам обращаться, чтобы нам помогли. А генераторы в городе на фоне проблем с электричеством резко взлетели в цене. Дешевый китайский бензиновый генератор Понта, который стоит 39 тысяч рублей в России, в Макеевке сейчас продают за 50 тысяч рублей. То есть, вместо того, чтобы помочь людям генераторами, российские гауляйтеры лишь решили нажиться на человеческом горе и только взвинтили цены на подобную продукцию. А сколько стоит? 50 тысяч рублей? Вот этот генератор, да? Да. Ага, хорошо. Красный рынок. ДНР. 50 тысяч. За генератор. Не обошел стороной коммунальный коллапс и Донецк. Там перебой с электричеством, отоплением и водой наблюдается в окраинных районах и поселках. В доме холодно, ужасно холодно, потому что у нас отопление сделано. От электричества проходит, знаете, как воду разгоняло. В доме минус 6 градусов. Вот так и ходим. Вот одетые, полностью одетые штаны. Не поступает нам отопление, а у нас нет света всего. А я он инвалид тоже. У нас оборвались провода, нет света. Вот с понедельника, ночью как оборвались, и все, так и сидим в холоде, без света. Вот так и греемся никак. Как одетые, спим, вот так и греемся. Как вы думаете, нормально это все? Приехали, там, говорит, дерево. Они приехали, посмотрели и уехали. Там мешает. Что там мешает? Дерево лежало. Извините, но там место вот так вот. Можно подъехать с другой стороны и это все сделать. Тем более один провод провести. От одного столба до другого. Больше ничего не надо. Там ничего не заварено, ничего такого нет. Кировский район Донецка, поселок Красный Городок. Небольшие улочки между улицей Кирова и улицей Комунаров. Это улица Профинтерна, Фрунзенская, Яковлева. Третьи сутки нет света. Вся бытовая техника не работает. У многих просто перегорело в связи с огромным напряжением в сети. 15 декабря напряжение доходило до 374 вольт. Было и выше. После этого было отключение электричества. И вот по сей день его нет. Продукты приходится хранить на улице. Но это не самое страшное. У меня мама неходячая. Естественно, возникают определенные сложности. Не помыть ее, не постирать вещи. Это просто ужас. Скажите, руководство района, дайте внятный ответ. Когда будет подан свет в наши дома? Смотрите, что получается. Россия выпустила по Украине тысячи ракет, чтобы разбомбить электростанции и погрузить нашу страну вот в такой вот хаос. Чтобы не было света, воды, электричества. Чтобы люди замерзали. Но что произошло? На помощь Украине пришли различные государства мира. Не только Европа, и Америка, и страны Азии. В том числе тот же Тайвань, та же Япония. И предоставили, во-первых, генераторы для больниц, для каких-то важных пунктов, в том числе пунктов обогрева. Предоставили оборудование для ремонта сетей. То есть помогли как смогли. И коллапса благодаря этой помощи удалось избежать. Украинцев не оставили в беде. Теперь посмотрите, что происходит на оккупированной территории, которую контролирует Россия. Там Украина не наносила удары по гражданской инфраструктуре. То есть котельные мы не бомбили, электростанции мы не уничтожили. Но просто из-за непогоды, потому что прошел снешок, наступил коммунальный коллапс. Просто сам по себе наступил, в силу каких-то природных причин. И смотрите, что показательно. Да, Россия всех просто кинула. Никаких пояснений нет по поводу того, что произошло, когда будет восстановлено. Ни пунктов обогрева не дают. Никаких генераторов к больницам, к школам не подключают. Никакого ремонта нет. Вообще, то есть просто тупо наплевали на людей. Это вот такими сообщениями, которые я процитировал, забиты все группы, паблики Донецкой, Луганской областей. Можете перечитать, сами сходить, посмотреть. Просто если все это тут цитировать, это будет видео на 2 часа. Просто я показал для примера, что происходит. Это очень показательный момент, который просто показывает разницу отношения. Разницу между мирами. Как относятся в Украине, как относятся к людям в тех странах, где демократия. И как относится к людям русский мир. К тем людям, которых он якобы на словах защищает. А на самом деле, просто, как видим, бросает и унижает. Вот просто жизнь показала, что российские гауляйтеры оказались для людей страшнее российских ракет. Редактор субтитров А.Семкин